здравствуйте эта программа фокусе событий меня зовут анатолий никитин надо книжки заказать пенал ручки и тетрадь купим к школе купим школе купим к школе а еще форму наверное надо обновить ну не себе уж ребенку у меня тут своя на месте и из нее я никуда не вырос пока а вот что касается школьной формы то тут нарисовалась проблема и дело не в том что дети быстро из нее вырастают или фасон подходящий найти сложно вопросы возникли к ее качеству об этом заявили в роскачестве логично же как пишут известия в результате проверки проведенной организации выяснилось что большая часть школьной формы в россии 61 процент не соответствует обязательным требованиям технических регламентов о безопасности например регламенту о безопасности продукции предназначены для детей и подростков но стоит сразу оговориться проверялись не все виды школьной формы а только брюки для мальчиков младшего возраста если вы родители девочек или мальчиков постарше все равно послушайте может это и для другой одежды характерно например то что 30 процентов исследуемых объектов школьного гардероба содержала нарушения в составе ткани не соответствовал нормам воздухопроницаемости и влагопроницаемости либо имела следы токсичного вещества фенола на товарах были ошибки в использовании тканей вместо указанного состава подкладки из полиэстера и вискоза изготовитель использовал лишь полиэстер напомню что полиэстер это синтетическое волокно через которое кожа не дышит надо будет все-таки пиджак тоже проверить и что будет со всей этой неправильной школьной формой дальше комментарии сми первый зампред комитета госдумы по защите семьи вопросам отцовства материнства и детства татьяна буцкая пояснила что такие несоответствия обязательным нормам должны становиться причиной приостановки действия сертификатов качества следует разбираться в ситуации в то время когда сертификат приостановлен товар продавать нельзя так мы защитим родителей от покупки школьной формы опасны для здоровья ребенка тем более что парламентарий справедливо подметила что это взрослые могут часто вещи менять и выбирать гардероб каждый день а вот дети используют эту самую одежду для школы постоянно ну и некоторые взрослые в пиджаках тоже пытался понять состав так и не разобрался на сложности в понимании состава продукта обращают внимание и эксперты например ведущий юрист общества защиты прав потребителей олег фролов в комментарии бизнес fm заявил что потребитель не может отличить что 60 процентов из коза 30 процентов шелк полиэстер для этого требуются специальные познания и лабораторные исследования поэтому к сожалению потребитель может только визуально определить нравится ему или не нравится и соответствует ли вещь тем ожиданиям который он хотел юридически если потребитель действительно обнаружил что в товаре есть недостаток а ткань явно не соответствует заявленному на ярлыке он может провести экспертизу обязательно самостоятельно уведомить продавца вместе с продавцом провести экспертизу и потом уже потребовать возврат денежных средств компенсацию морального вреда и прочее и все это конечно требует определенных финансовых затрат как впрочем и сама подготовка ребенка к школе по подсчетам аналитического центра чек индекс компании платформа ofd в июле-августе текущего года средний чек на школьную форму вырос на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года теперь составляет примерно 4000 рублей на блузку или рубашку уходит примерно 1 тысячи рублей на юбку или брюки примерно 1200 про пиджак в материалах аналитиков мы ничего не нашли зато там указано что на школьной одежде родители не экономят выбирая более качественные и дорогие товары если дорогие найти несложно то вот качество как оказалось нужно еще поискать это была программа фокусе событий смотрите нас и будете в курсе того что действительно интересно а 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